Всем привет дорогие друзья! В этом видео вы увидите 15 полезных товаров для автомобиля, с помощью которых вы сможете улучшить свою машину, украсить, привести в порядок, сделать комфортнее и многое другое. Ссылки на все эти автотовары находятся в описании под этим видео. Поддержите лайком и комментарием, буду очень благодарен. А теперь усаживайтесь поудобнее и поехали! Видеорегистратор. Данный видеорегистратор имеет довольно хорошую камеру, которая записывает видео в формате Full HD и имеет угол обзора 170 градусов. Качество картинки четкое даже в темное время суток. С помощью Wi-Fi можно подключиться к смартфону через приложение, просматривать видеоматериал и менять настройки. Есть GPS модуль, который показывает скорость, местоположение и маршрут движения на картах Google, также через приложение на смартфоне. И конечно же есть G-сенсор и мониторинг парковки. Насадка пеногенератор. Данное приспособление предназначено для нанесения спиненного моющего средства. Это обеспечивает отличный результат за счет более продолжительного времени удержания активной пены на поверхности при мойке автомобилей. Регулировка производительности и направление распыла струи позволяет оптимально настроить режимы работы в зависимости от модели аппарата высокого давления, вида и концентрации применяемого моющего средства. Пенная насадка имеет регулировку по мощности подачи струи и по ширине распыла наносимой пены, а также по расходу бесконтактной химии за счет наличия эжектора. Держатель планшета. Держатель крепится на подголовник автомобильного кресла, чтобы пассажиры, находящиеся сзади, могли с комфортом смотреть фильмы и тому подобное. Жесткое крепление обеспечивает надежную фиксацию планшета. В нем можно разместить устройство с размерами от 135 до 285 миллиметров. Шарнирное крепление позволяет вам выбрать любые углы наклона, вплоть до поворота на 360 градусов, а мягкие подкладки в держателе не дадут повредить ваше устройство. Боковой подголовник. Спать в автомобиле очень неудобно из-за того, что некуда облокотить голову, из-за чего его впоследствии болит шея. Это приспособление создано, чтобы решить эту проблему. Оно крепится на подголовник сидения и имеет два боковых подголовника, на которые, собственно, и можно облокотить голову во время сна. Расстояние между подголовниками можно менять, а в случае ненадобности его можно откинуть назад, чтобы он не мешал. Щетка-кисть. Эта щетка предназначена для очистки в труднодоступных местах. Она состоит из пластиковой рукояти, на которой с одной стороны пучок из тонкой щетины, а на другой вилка с тканью из микрофибры. Такая конструкция позволяет очистить от пыли дефлектора воздуховода и другие места в салоне. Но также ее используют для очистки жалюзи, кондиционера, клавиатуры и многого другого. Накладки на дефлектор воздуховода. Это декоративные накладки, которые созданы, чтобы украсить салон автомобиля и привнести немного красок. Они крепятся на решетку воздуховода и, сказать честно, смотрится это довольно хорошо. Накладки изготовлены из ПВХ материала. Длина одной накладки составляет 20 сантиметров, а при необходимости ее можно укоротить просто обрезав. Есть 6 световых вариантов. Табличка с номером телефона. Если вам пришлось припарковать машину, перекрыв дорогу другому водителю, то этот девайс поможет решить эту проблему. Ведь на нем вы можете указать свой номер телефона, чтобы вам позвонили и вы смогли освободить проезд. На табло можно разместить 12 цифр. Крепится цифрой с помощью магнита. А сама табличка крепится на торпеду с помощью двустороннего скотча, так чтобы ее было хорошо видно снаружи через лобовое стекло. А если в ней нет необходимости, одним нажатием можно скрыть табло с цифрами, чтобы лишний раз не светить свой номер телефона. Ресницы на фары. А этот аксессуар оценят девушки и женщины. Накладные ресницы на фары придадут автомобилю не только оригинальный вид, но и некую привлекательность. Такая машина с длинными черными ресницами неизбежно будет вызывать улыбку у окружающих, повышая настроение им и вам. А главное, сможет строить глазки, привлекая внимание мужских автомобилей. Ресницы изготовлены из пластика и крепятся к фарм автомобиля с помощью клейка ленты 3М. Стойка к воздействию воды и перепадов температур. А приклеить их можно самостоятельно. Наклейки. Здесь я ставлю ссылку на продавца, где можно купить самые разнообразные наклейки на автомобиль. Начиная от тематических изображений, заканчивая прикольными фразами. Например, музыка должна не играть, а ху**ить. Или осторожно не в**ьтесь. Ну и дальше в том же духе. Наклеек очень много, так что переходите по ссылке и выбирайте. Виниловая пленка под ржавчину. Это особое направление тюнинга, изобретенное в штате Калифорния около 30 лет назад и продолжающее обретать все больше поклонников теперь и у нас в стране. Это виниловая пленка, которая сделана под ржавчину и искусственно состаривает автомобиль. Как будто он простоял на улице около 50 лет. Это однозначно вызывает интерес в окружающих и такая машина точно не останется без внимания. Есть много разных стилей рисунка и цветовых решений. Но помимо необычного внешнего вида, пленка также дополнительно защищает от царапин и сколов, нередких в процессе эксплуатации, а также от солнечных лучей. Тестер тормозной жидкости. С его помощью можно определить процентное содержание воды, которое, как известно, со временем накапливается в тормозухе. Для проверки сначала нужно включить тестер, после этого загорается зеленая лампочка, потом снять колпачок, под которым находятся два металлических контакта и он напускается в бачок с тормозной жидкостью и через секунду можно видеть результат. Зеленый светодиод означает содержание воды в тормозной жидкости менее 1%, то есть тормозная жидкость в порядке. Желтые светодиодные индикаторы содержания воды от 1 до 3%, можно продолжать использовать. Красный светодиод значит содержание воды в тормозной жидкости более 3%, в этом случае запрещено продолжать использовать тормозную жидкость. Ну и если красный светодиод мигает, то значит нужна замена батареи. Переходник AUX Bluetooth. Внешне он напоминает обычный кабель, на одном конце которого коннектор 3,5 мм миниджек для подключения в аудио разъем на магнитоле, а на другом USB. Между собой они соединены витым кабелем, как у старых стационарных телефонов. Его просто нужно вставить в разъем аудио устройства, а также подключить к USB разъему автомобильного зарядного устройства для питания. После этого сразу можно подключать к нему свой смартфон через Bluetooth, с которого вы хотите транслировать музыку или аудиокнигу на стационарной колонке автомобиля. Отстроенный микрофон позволяет использовать проигрыватель как устройство громкой связи для разговоров по мобильному телефону. Зарядное устройство. Устройство имеет красивый дизайн, маленькие размеры и два USB порта для одновременной зарядки двух устройств. Выходные параметры адаптера достаточны для питания различных типов портативной электроники. Защита от перегрузки и короткого замыкания помогает обезопасить заряжаемое устройство в случае возникновения каких-либо проблем при зарядке. Световой индикатор демонстрирует подключение к сети. Ну и конечно же зарядное устройство поддерживает новейшую технологию быстрого заряда Quick Charge 3.0. Она автоматически идентифицирует тип подключаемого устройства, гибко регулирует напряжение, силу тока и максимально быстро заряжает устройство. Зарядное устройство для электромобилей. Это переносное зарядное устройство предназначено для заряда электромобилей. В нем есть возможность выбора силы заряда, световая индикация состояния зарядного устройства, световая индикация ошибок питающей сети, защита от перегрева, перенапряжения и утечки тока. Зарядное устройство в комплекте имеет переходник, позволяющий использовать зарядное устройство для подключения к бытовой сети. На странице товара есть список моделей, для которых подходит данное устройство. Ограничитель оборотов. Это устройство с двумя режимами работы добавляет в систему управления двигателем настраиваемые отсечки по оборотам. Причем, в отличие от обычной отсечки по топливу, которая приводит при злоупотреблении к голоданию двигателя на высоких оборотах, устройство управляет зажиганием и отключает катушки, тем самым не давая объединять смесь. Другой отличительной особенностью, касаемой турбодвигатель, является удержание давления в турбине. Это позволяет использовать бирку как систему ланч-контроля и стартовать с рабочим бустом без потери времени на спул при движении. Но кого мы обманываем? Самый интересный эффект, ради которого эту игрушку ставит 99% владельцев бирок, прострелы при обрубании зажигания. Ведь это так круто шпальнуть пару залпов с эффектным пламенем из выхлопной трубы. На этом все, спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и пишите в комментариях, какие товары вам понравились, а какие нет. Я это учту в следующих подборках. Желаю вам хорошей дороги, пока!